Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами профессор Игорь Панарин и тема ролика «Новая конфигурация мира». Итак, я в предыдущем ролике рассказал о ходе спецоперации в Верхах 2021, которая с моей точки зрения прошла успешно и можно уже заняться моделированием геополитическим. Я напомню, что сегодня я уже говорил, в 2006 году у меня была разработана концепция Евразийской Руси во главе с государем Путиным 15 лет назад. Предполагается, что в Евразийскую Русь войдут бывшие советские республики, а также Монголия, часть славянских государств, Центральной и Восточной Европы. Но это стратегическая задача, пока не будем о ней говорить. С точки зрения сегодняшних новостей, а прежде всего это первое подписание пятью членами Совета Безопасности он ядерными странами. Заявление совместно по инициативе Путина, которым давно уже предлагал о блокировании попыток ядерной войны, гонки вооружений, это говорит о том, что ультиматум Рябкова, как его называют на Западе, принят и началась его реализация. Следом, можно уже говорить о трансформации мира, которая началась 9-10 января, я напомню, в Женеве начинаются переговоры. Новая Ялта-2. Почему? Потому что Китай поддержал предложение России, как раз по заключению договоренности с НАТО и Соединёнными Штатами Америки. Поэтому такая Ялта-2, которую очень англичане не хотели, она начинается. Главный мой проект, который я предложил геополитически в 2020 году, но это главная цель. Цель ликвидация НАТО, как органа Великобритании и главного источника мира, блокирования на земле, разрушения мира на земле, войн, конфликтов, это всё НАТО. Война в Югославии, оккупация Ирака, оккупация Афганистана и так далее. Это всё агрессивно на политический блок НАТО. Но он создан был английскими банкирами Черчиллем. Вот это важно. Нужно, значит, отсечь. Brexit уже состоялся в этом большая заслуга Трампа. Потому что Трамп дал нам 4 года времени для того, чтобы спецоперация Верхах-2021 прошла успешно. И ультиматум Липкова, он был подкреплён несколькими важнейшими действиями. Это первое сбитие спутника советского, старого, но показали, что мы можем в хлам уничтожить группировку НАТО, уничтожив её спутниковое управление. И второе, это уже действие, что мы можем сбить впервые гиперзвуковую ракету, которую НАТО может создать через 3-5 лет, пока все испытания натовские завершились провалом. То есть мы уже опередили на несколько шагов вперёд. Лет у нас есть. За эти 4 года, пока Трамп высушил Лондон, не высушил Лондонское болото, у нас была передышка, и мы смогли совершить военно-технологический рывок, конечно, благодаря министру обороны Сергею Кужбетовичу Шойгу, генеральному штабу, прежде всего. И вот далее Георуссия. Напомню свой проект, это Германия, Италия, Австрия, Россия и Беларусь. Судьба Украины, ну, 2023 год, у нас подписчики на втором месте, но это второй этап. Для нас принципиально важно сначала ликвидировать НАТО. Первый этап ликвидации НАТО, это, прежде всего, прибалтийские страны должны выйти из НАТО, и все центральные, значит, государства Центральной Восточной Европы. Польша, там, Чехия, Словакия и так далее. Вот это главный момент. Ну, для начала из них должны быть выведены все войска Соединённых Штатов Америки, уничтожены базы, а затем они сами попросятся выйти из НАТО по причине его, так сказать, ликвидации. Вот ближайшие стратегические задачи трансформации. Но мы, так как говорил Владимир Владимирович, должны мыслить вперёд стратегически. Наша задача обеспечить, чтобы войн, по крайней мере, на Европейском континенте не было ещё десятки лет, для этого нужно ликвидировать британское влияние. А единственный надёжный способ, это Российско-Германский Союз. Я напомню, граф Дурново писал императору в феврале 2014 года, наш главный грак Англия, наш естественный союзник Германия. Император не прислушался, к сожалению. В итоге получили то, что получили, получил сам он предательство февраля от Кирилловичей, Гоша Гогенсоля, от которых, так сказать, отпрысток и так далее. И сейчас там эта партия февральстов, предателей царя, так сказать, группируется вместе с Чубасёнком Глазьевым, там, Малафеем, владельцем канала «Царьград», и блокируется вместе с троцкистской группировкой, так сказать, уже другого, либеральной троцкистской группировкой. Эти все силы были в феврале направлены против России на английские деньги. Наша задача не допустить повторения уроков. В 2021 году, ну, внутри страны много было сделано для того, чтобы эти уроки февраля, значит, были проанализированы и не дать им повториться. И далее про Георуссию. Мы отбили Британа-Польскую агрессию против братского белорусского народа. У нас в феврале там референдум Беларуси. И далее Шольц стремится Москву к Путину, новый канцлер Германии. И там разные силы. Есть миллионная феминистка Бербак, завязанная на Великобританию, на лондонские, так сказать, кураторские круги. Вот две разные Германии. Нам нужна стратегическая линия союза России-Германии, а также Италия. Ну и Австрия. И Австрия. Вот тогда выстраивается жесткий такой мостик стабильности на европейском континенте. Поэтому ключевая задача ближайших двух лет от строительства Георуссии. Ну, мое предложение. Определенные экономические предпосылки для этого созданы. Проект Евразийской Руси, он должен развиваться на мангуйском треке, на вьетнамском треке и так далее. Параллельно все этот процесс идет. Но исторический визит в Индию, который Путин совершил, то, что надо. То, что надо. 99 соглашений, пунктов декларации совместно. Это просто фантастика. Индию Шерхану отдавать нельзя. Это наше, так сказать, ядро. Пришло с русского севера, Индоария, в Индию. И в этом контексте нужно восстанавливать историческую преемственность, безусловно. Вот таким мне видится, ну, как бы, некоторые пласты будущего, скажем так, трансформации мира на определенном этапе ближайших двух лет, примерно. До 23-го года, с моей точки зрения, 22-23-й год. Потом можно приступать уже к более такому планомерному формированию Евразийской Руси. Спасибо за внимание. Продолжение следует...